Приветствую тебя, юный программист Игорь. Если ты добрался до шестого урока, это значит, что ты уже очень много знаешь и умеешь. И настало время ознакомиться с тем, что умеют и знают другие. Я должна тебе сообщить, что на Scratch программируют во всем мире и изучают его в разных уголках планеты, как взрослые, так и дети. И увидеть их результаты можно на сайте Scratch. Именно сейчас мы перейдем на сайт и немного подробнее ознакомимся с тем, что там есть полезного и интересного. Итак, для тех, кто вдруг забыл, напоминаю, что адрес сайта Scratch scratch.meet.edu И мы всегда пользуемся ссылкой «Создавай», но не смотрели, что у нас есть вообще основного на сайте. Смотрели, что здесь есть интересное. Ну, во-первых, всегда сказано, сколько проектов уже создано на сайте и доступно для всех. Смотри, сегодня, это август 2016 года, на сайте размещено более 16 миллионов проектов, которые доступны всем. А есть еще такие проекты, которые недоступны, которыми разработчики не поделились. И, скорее всего, их не меньше. Еще у нас есть на этом сайте возможность посмотреть какие-то избранные проекты, избранные студии, различные другие материалы. И ты можешь это делать и находить что-то новое, интересное для себя и делать похожие проекты. Для того, чтобы изучить что-то новое, у нас есть раздел «Исследуй». Удобнее всего изучать новые проекты именно здесь. И с недавних пор, с лета 2016 года, сайт немножко изменился и появились дополнительные элементы интерфейса. Есть две вкладки «Проекты». И здесь очень-очень много проектов. Можно загружать еще и еще. Мы уже сказали, что их больше 16 миллионов. Есть также студии. Студий тоже очень много. И в этом же уроке я покажу, как такие студии создавать. ты сможешь создать свою собственную и пользоваться материалами других студий. И тоже их достаточно много. Можно просто находить те, которые тебе наиболее интересны и отмечать их как понравившиеся. Можно рассматривать проекты по типам. Вот, допустим, тебе хочется заниматься мультипликацией. И здесь масса анимаций. Это студии анимаций и проекты анимационные тоже отдельные. И аналогично другие. Я не буду сейчас тратить время на то, чтобы зайти в каждый раздел, потому что, когда ты зайдешь на сайт, у тебя будут свои доступные проекты и студии. Не потому, что кому-то доступно больше, кому-то меньше, а потому, что каждый день на сайте, на этом в сообществе Scratch появляются новые проекты и новые студии. Если мы перейдем по вкладке «Обсуждай», то мы попадем в список различных форумов. Конечно, большинство форумов англоязычные, потому что очень много пользователей именно англоязычных. Но есть еще специальный раздел форумов, разбитых по языкам. И здесь можно найти, например, форумы русскоязычные, где разработчики обсуждают какие-то интересные вопросы. Ну, давай ради интереса зайдем. Вот здесь вот разные вопросы, куда что можно публиковать, кто-то что-то комментирует и предлагает, и обсуждает. Есть еще вкладка «О проекте». В основном это вкладка для родителей и для преподавателей. Ты тоже можешь посмотреть, что здесь интересного сказано. В основном говорится о том, что очень многие во всем мире изучают Scratch. Здесь есть дополнительные ссылки на какие-то дополнительные ресурсы. И есть на каждой странице внизу вот интересное семейство Scratch. Например, если ты хочешь программировать на Scratch с планшета, то можно зайти на Scratch.JR. Это раздел, который работает на планшетах, и можно скачать специальное приложение и делать свои программы на планшете. Но там немножко меньше возможностей. Это упрощенная форма Scratch. Ну и самый, пожалуй, важный и нужный для тебя раздел – это помощь. Здесь можно изучать справочные материалы, используя пошаговое введение. И я уже говорила, что в принципе это пошаговое введение нам встречалось. Здесь появляются инструкции. Но если ты не знаешь английского языка, то проще просто смотреть, переходить от одного шага к другому и стараться делать то же самое, что показано вот на этих фрагментах обучения. Здесь пошагово показано, что нужно сделать и что в результате должно получиться. Вот так вот пошагово смотрим. И здесь собираем код по этому примеру. Даже если не знаешь английского языка, можно в принципе по этим инструкциям сделать такие примеры. Если мы нажмем ссылочку вот эту «All tips», то здесь есть список разных вот этих проектов, где пошагово показано из каких блоков, что собирается, какие спрайты добавляются. Вот можно выбрать различные даже вопросы, как работать с эффектами, как делать различные элементы анимации. То есть это можно изучать. Ну давай вернемся на сайт Scratch, в раздел «Помощь». И посмотрим, что есть еще. Еще можно исследовать стартовые проекты. В одном из первых видео я показывала этот раздел. И вот стартовые проекты тоже разбиты по группам. Анимация, игры, искусство, музыка, танцы, история. И начинаем с анимации и с игр. И тоже можем смотреть примеры. И по этим примерам создавать свои проекты. Вернемся опять назад. Можно посмотреть стартовое видео и скачать дополнительные материалы. Но они тоже на английском языке. Но можно, допустим, руководство для начинающих, наверное, есть по-русски. Сейчас посмотрим. Вот, да. Это первое руководство. Можно, тут это кто-то перевел. Можно его внимательно прочитать и узнать основные возможности Scratch и что-то с ними сделать, поработать. Есть карточки Scratch, на которых тоже показано, каким образом можно делать разные элементы. Ну, допустим, вот, давай выберем эту карточку. Что-то не получилось. Давай посмотрим так. Что-то не так, но, наверное, что-то они обновляют. Надеюсь, что у тебя будет потом работать. И видеоуроки. Вот, видеоуроки тоже очень интересные, но тоже очень многие на английском языке. Хотя, вот, если есть подпись по-русски, давай проверим. Возможно, она на русском языке. Ну-ка. К сожалению, по-английски. Если ты знаешь английский, тебе это будет все легко. Если нет, то, в принципе, тоже можно посмотреть, как что делается и вслед за диктором это все сделать. Но, если ты изучаешь мои уроки, то, возможно, тебе эти видеоуроки не понадобятся. Это то, что касается самого сайта. Что на нем есть? Базовое. Здесь же, на этом сайте, я создала специально для всех своих учеников специальную студию, в которой размещены все проекты, с которыми мы работаем. Для того, чтобы эту студию найти, можно просто в разделе «Поиск» написать «Юный разработчик игр» и нажать клавишу «Enter». Мы попадаем в результаты поиска и лучше всего открыть вкладку «Студии». И вот в студии сразу идет ссылка на эту студию «Юный разработчик игр Беларусь». И здесь, в этой студии, есть примеры проектов, которые мы рассматриваем в моих уроках. Уже некоторые я показывала. Например, мы рассматривали стартовый проект «Танцевальная вечеринка». Вот она здесь есть. Мы рассматривали проект «Реалистичный код». Он тоже здесь. И работали с такими простыми играми, как «Кот следит за мечом» и «Кот гоняется за мечом». Единственный недостаток всех студий в том, что «Кот гуляет с мечом» мы тоже делали, в том, что здесь невозможно отсортировать все проекты и поэтому я их постаралась пронумеровать. Вот мы с тобой скоро перейдем к теме номер 4. У нас будет проект «Код-считовод». А до этого мы изучили тему номер 3. Делали проект «Код гуляет с мечом», «Код гоняется за мечом». Вот эти проекты мы делали. И дальше по номерам. Если ты видишь больше цифру, это в следующих уроках. Я уже буду тебе показывать, где эти проекты находятся. А первые проекты, которые здесь, это в основном стартовые. Их можно просто посмотреть и попробовать сделать аналогичные. Для того, чтобы выбрать проект, нам нужно всего лишь щелкнуть мышкой по нему. И здесь можно его запустить и посмотреть код. Ну, давай я выберу все-таки какой-нибудь другой проект, который мы подробно рассматривали. Вот, допустим, «Код следит за мечом». Здесь есть инструкции, как играть и что делать. Вот мы запускаем проект и смотрим, как что работает. И можем нажать «Посмотреть код». И здесь есть комментарии. Можно внимательно их все читать. Если вдруг что-то забыл, то вспомнить. Самое интересное, что можно делать на сайте, это когда ты авторизован, то есть зарегистрирован. В следующей части урока я покажу, как это сделать. Можно войти под своей учетной записью и оставлять отзывы. Но поскольку я не входила под своей учетной записью, то комментарии и отзывы оставить я пока тоже не могу. То есть надо быть обязательно зарегистрированным. Еще можно публиковать свои проекты в разных студиях. Вот эта студия «Юный разработчик игр», она закрытая. В ней могу публиковать свои проекты только я сама. А для того, чтобы мои ученики могли публиковать свои проекты, я создала другую студию, которая называется «Проекты юных разработчиков игр». Сейчас я зайду в другой вкладке на сайт и найду эту студию. Называется она «Проекты юных программистов и разработчиков игр». Ну, достаточно написать «Проекты юных программистов». Что-то он не нашел. Видимо, я ошиблась. «Проекты юных программистов». «Проекты юных программистов». Вот проекты юных программистов в разделе «Студии». Все-таки есть. И эта студия открыта. Здесь так и сказано. Здесь публикуются проекты юных программистов и разработчиков игр из Беларуси. Но на самом деле здесь публикуются свои проекты все, кому хочется. Не только из Беларуси, из России ребята публикуются, из Украины. И здесь очень много проектов, которые созданы либо по моим примерам, либо ребята делали абсолютно самостоятельно и тоже их здесь публиковали. К сожалению, либо мой браузер немножко плохо работает, либо «А, вот все заработало». Вот когда мы пролистываем страничку вниз, подгружаются еще проекты. На самом деле в одной студии проектов много. Вот ты мог заметить, что подгрузились. Поэтому можно листать страничку вниз, вниз, вниз и будут подгружаться проекты. И в этой студии ты тоже сможешь публиковать свои проекты. Я буду тебе это рекомендовать. Сейчас я тебе предлагаю выполнить задание. Войди, пожалуйста, на сайт Scratch по известной тебе уже ссылке и изучи его разделы и те студии, которые я тебе предложила. Сейчас я тебе напишу эти студии. Вот название этих студий. Ты можешь поставить видео на паузу для того, чтобы у тебя была подсказка на экране. И зайти на сайт, изучить ресурсы. Еще раз повторю. Основные разделы, что есть интересного и полезного. Какие-то примеры проектов. И студии. Юный разработчик игр. Найди, во всяком случае, чтобы ты знал, что они есть. И проект юных программистов и разработчиков игр. А в следующей части этого урока я покажу, как зарегистрироваться на сайте и как публиковать свои проекты в сообществе Scratch и комментировать их, обсуждать. До встречи в следующей части. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова